приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня на нашем канале вот эта интересная тема о совместимости растений и о том можно ли комбинировать на грядках посадки растения и какие но правило номер один которое мы соблюдаем постоянно это правило не высаживать растения одного семейства допустим редис редька горчица и капуста это одно семейство крестоцветной выбираем что-то одно и высаживаем или же вот другое семейство посленовых здесь я уже не соглашусь с правилом агроному два года назад у меня была встреча и такой интересный разговор молодой агроном говорил мы встретились он вас что-то там неправильно хочу посмотреть не может такого быть чтобы совмещались перцы баклажаны и томаты а еще и вы говорите о том что вы высаживаете огурцы с томатами и это не может быть потому что мы учили в институте о том что эти растения несовместимы в посадках у них требуется разные подходы и для них нужны разные условия ну что ж я пригласила этого сельскохозяйственного специалиста к себе домой и показала и что вы думаете когда он посмотрел как растут огурцы помидоры и в тепличке где растут у нас из одного семейства помидоры баклажан и перец он сказал ну конечно так можно я говорю это конечно взял рулетку смирил расстояние между рядами конечно так можно высаживать я говорю но они то растут под одной крышей в теплице и никто никого не заставляет не гнобит и не давит ну да вот согласился да да говорит на практике теперь я вижу так вот чтобы обойти это правило мы пришли к тому что нужно выбирать правильную технологию посадки растений если вот картофель мы высаживаем высаживаем метр двадцать до раньше когда была теплая почва и было тепло в июне месяце мы уже высаживали по картофелю растение другой группы другого семейства бахчевые мы очень любим арбузы и дыни и высаживали рассаду но сейчас растение современного картофеля смыкаются и там тень естественно холодно и рассада очень сложно переживается и мучается мы не получаем урожай который нам нравится поэтому все бахчевые культуры мы высаживаем по-другому мы высаживаем на азим на грядка где растет азимый лук и азимый чеснок вот здесь мы знаем что уже в июле месяце мы выкопаем эти корнеплоды и естественно сюда нужно будет высаживать новую культуру вот сюда уже готовим рассаду бахчевых культур и в прошлом году кроме бахчевых мы еще высаживали здесь и рядышком тыкву урожай получился отменный но снова же мы высаживаем не одновременно а делаем эти посевы и посадки в разные периоды и в течение сезона получаем два-три урожая потому что именно так хорошо получается что друг друга они не угнетают эти растения одни заканчивают вегетацию а другие только-только начинают ну и у нас сидераты всегда растут и удобрения у нас мясо костная мука рыбная мука далее кормовые дрожжи эти все удобрения они не сразу и не постоянно вырабатываются и питание остается частично в земле и вот эти это питание используют уже другая культура и так до осени пока они собираем урожай у нас лук чеснок и бахчевые культуры и тыква получается очень хорошо получается и результат мы получаем отмены и тот и тот урожай далее по томатам и огурцам по томатам и огурцам очень много мнений о том что это несовместимые мы уже лет наверное 5-7 доказали что это совместимо посмотрите как прекрасно выживаются эти растения но и агроном когда смерял между основаниями где высаженные растения между стволиками огурцов и томатов он сказал ну да 110 сантиметров это хорошо но естественно помню всегда слова бабушки там где густо там всегда пусто поэтому максимально даем свободу и пространство для каждого растения тогда отдаст это растение все что она запланировала и все что запланировано селекционерами три ряда томатов и один ряд огурцов теплица нормально осваивает это пространство плюс корни свободно это пространство тоже осваивает и очень хорошо заправляем с осени зеленой органикой деструктор целлюлозы работают триходермы работают биопомощники но а весной еще при заправке естественно мы добавляем в каждую лунку и мясо костную муку и рыбную муку кормовые дрожжи обязательно еще будут и подкормочки органические и все это вместе дает очень хороший результат мы не высаживаем между рядях между томатами еще какие-то растения в нас высокорослые высокоурожайные томаты которые ну минимум из тех вот гибридов которые мы высаживаем 13 килограммов до конца сезона выдает смысл их еще ноги то есть место где питаются эти растения еще садить что-то что будет забирать питательные вещества наоборот даем как можно больше пространства вокруг корня для того чтобы корень формироваться и всеми своими корешками найти те питательные вещества которые ему нужны и получается что и огурцы и томаты в теплице хорошо совмещаются и растут ну а в тепличке где у нас растут томаты перец и баклажаны там у нас соседнее дерево тень но все равно три ряда по расстоянии между растениями по метру и получается очень хороший даже больше получается 3 метра ширина теплицы и вот 50 сантиметров от стеночки высаживается первый ряд затем посередине и 50 вот получается что смотрите 3 метра по 50 с краю метр берем но и вот остается два метра вот эти два метра делим еще получается метр по центру центральный ряд метр можно проходить можно работать можно подвязывать и можно и собирать урожай спокойно не ломая растение как это было когда я высаживала растение томатов в теплице самый первый год между вреда в ряду там 40 сантиметров а между рядами я высаживала 70 сантиметров и получилось что я пока проходил этот ряд сзади падала куча зеленых томатов потом обламывались какие-то листья поэтому технология у нас отработано не менее метра и все эти вот эти пространства обязательно должны быть как говорят технические вот эти дорожки должны быть для того чтобы можно было и пройти и не топтать и растения должны вот если в теплице должны выдать полностью урожай как надо полный урожай который запланировали селекционеры если это картофель то естественно картофель тоже в огороде современные сорта они дают очень хороший урожай но я на них ничего не высаживает только потом когда уже картофель начинает созревать и появляются вот эти прогалины желтеют уже листья тогда высаживаю еще бархатцы ну и по поводу бархатцев которые очень любят высаживать многие но снова же пошли мне тоже сообщение я заметила такую вещь что бархатцы всегда высаживали против каких-то вредителей и белокрылки и клеща к сожалению время меняется и этот вредитель освоил и эти растения поэтому вот высаживать какие-то растения которые будут каких-то вредителей отгонять вредители привыкли уже не только к химии но привыкли к новым условиям жизни поэтому вот эта тема что вот высаживать между кустами там томатов что-то какое-то растение которое мало того что будет питанием занято забирать питание из почвы но еще как будто бы она будет что-то помогать и делать да нет а но томат очень сильное растение и томаты если это высоко урожайные по технологии так как мы выращиваем то томат все что я пробовала там шпинат и какие-то зеленые травы все это удаляется убивается она низкая мелкая и не имеет тот вид и естественно она не очень полезная но и самое главное когда мы высаживаем в теплицах те же помидоры огурцы и начинается жара если мы имеем эти растения то мы получаем при поливах снова же из почвы идет поступают поднимаются споры грибковых заболеваний в таких случаях что должно быть мульча зачем нам высаживать что-то там где-то между ряд между рядами если нужно закрыть и сохранить томаты наша задача получить урожай томатов и огурцов поэтому мульчируем очень тщательно и ничего между рядами не высаживаем не совмещаем вот это совмещение у нас идет только культура за культурой для того чтобы получить несколько урожаев из разных культур в течение сезона ну вот я думаю что я ответила то что мы делаем то что мы привыкли и мы уже это знаем и за это отвечаем главная технология ну и если вы даже при технологии метр двадцать между рядами посадите допустим и томаты я уже это тоже испытала этого расстояния предостаточно они не болеют тем более что мы всегда их защищаем и органическими различными препаратами и аптечными препаратами зачем доводить растение до каких-то болезней чтобы друг дружку дружку угнетали если можно профилактически и защищать от вредителей и от болезней и этих проблем не будет возникать ну вот такая у нас история по этой теме такой опыт и я вам обещала и обязательно вот уже делюсь и рассказываю что мы используем на своем огороде на этом мы прощаемся надеюсь что это вопрос уже закрыт но если нет пожалуйста задавайте вопросы будем дальше отвечать разбирать для того чтобы все огородники получали хорошие урожаи и радовались тому что они трудятся на земле и с радостью вот это все потребляют и потребляют здоровую пищу до новых встреч пока пока